Давай, пока! Полина учится в третьем классе. В этом году она впервые начала ездить на школьном автобусе. Семья купила квартиру в новом жилом комплексе. И теперь путь от учебного заведения до дома стал неблизким. Алло, мам, привет! Я села в автобус. Все, давай, пока! Люблю тебя! Встаю я в 6 утра, у меня будет мама. Я, конечно же, не хочу встать, но я встаю, завтракаю и иду на остановку. Для всех учеников, которые теперь живут в новом ЖК, в пятом Заречном разработали новый школьный маршрут. Рано утром и после уроков в автобусе детей встречают водитель, а также сопровождающий педагог, который каждый раз сверяет число пассажиров. У нас у каждого сопровождающего есть полные списки с данными детей, телефонами детей, данными родителей, данными их телефонов, данными классного руководителя. Обратную связь всегда дает классный руководитель. Ну, потому что мало ли по каким причинам родители могут изобрать ребенка. Всего в 94-й школе в подвозе нуждаются около 100 детей. Три автобуса курсируют до старой Зарики и нового ЖК. Родителям это позволяет разгрузить домашнюю логистику. Например, у Полины папа работает, а мама занята с младшим ребенком. Она сама нарисовала себе план от дома до остановки, от остановки до по какому маршруту едет автобус со своими рисуночками, все раскрашено. Ну, конечно, у ребенка сразу создается впечатление вот этого безопасного движения, поэтому ей не страшно ходить, она знает, что есть светофор, знает, где машины едут. Всего в Тюмени в этом году появилось три новых школьных маршрута, два из которых принадлежат шкале номер 22. Дело в том, что один из ее корпусов закрыт на капитальный ремонт, и теперь всех детей возят в другие учебные заведения. Все маршруты еще летом исследовала на безопасность межведомственная комиссия. То есть проезжаются все маршруты школьных автобусов, следования смотрятся знаки, дорожная разметка, состояние проезжей части. Всего в Тюмени 49 школьных маршрутов, на которых задействовано 92 автобуса. Карина Закирьянова, Иван Марунин, Тюменская служба новостей.